ребята принципе мы находимся в пятикурске буквально вчера мы были в курске провели мероприятие как называется кмс трофе 7 ссылочка в описании здесь а сегодня мы уже катаемся с андрюха андрюха очень рад тебя видеть как всегда очень рад мешально и как это бешеная собака не помеха срывалась петра начиналась петра с 1400 километров 15 часов я здесь вы в прекрасном прекрасных прекрасных местах и так как правильно кмв кавказской минеральной воды это представитель малой один самого крупного на квадроклуба здесь правильно вот поэтому сегодня у нас такой легкий трип без жестия но очень панорамно очень красиво поэтому ребят если надумайте приехать в пятигорск вы знаете кому обратиться планировали апартаменты планировалось одно но сделай микролайд да на самом деле самое интересное именно собраться именно спонтанно когда просто вот так понедельник рабочий день у нас там что понедельник мы не знали дать выходной как обычно мы поехали показать поэтому смотрите подписывайтесь ставьте свои лайки комментарии дизлайки и пишите куда мы вы бы хотели бы скататься может быть я приеду к вам гостя там и прокатимся и не только с другим клубом прием с кмв с обширонками еще с кем вообще соберем какой-то карте красивый красивый покатух и поедем прокат итак у нас боевой конь x8 напоминаем что здесь нет горного тормоза наш ведущий андрюха балой итак ехали с асфальта на грунтовке и теперь андрюха нас ведет руки-два торопками за зад бегает за зад бегает видел фишка в чем почему мы сейчас потому что на x8 да то есть на или есть нет горного тормоза поэтому надо подгазовывать имейте это ввиду когда покупать такую технику это не страшно но все же да и так перед какими-то маневрами дата пуски подъема никогда не идите в хвост мало ли что случится тормозу сказал так далее чтобы было время возможность под вам уйти ждем пока 1 квадрик спускается уже когда он может ехать в безопасное место и вы можете безопасно начать маневр а он откидывается баня перья очень красивые места здесь уже все зелено весна красота да вкус такой хороший конечно да как видят что первый квадрик спустился мой подключаем понижай потихонечку и потихонечку готова вам подтормаживая ну честно говоря болит так и приятненько опыт не пробьешь он гуляет он для укрепления там какое-то почему-то а простите забыл кнопка аварийная столкодвигателя и 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 Играет музыка 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 катаемся на x8 принципе ребят как всегда я говорю неважно какая техника главное катать а уже как вы катаете как часто будете ремонтировать это уже зависит от вас поэтому берете супругу на квадрик хорошую компанию и за впечатление а Вот я побывал в Солнечной косоты, в Кавказской минеральной воде. Теперь у меня прекрасные брови. Вот, мы заехали, сейчас умоемся, перейдем и поедем на другую гору. Ребят, покатуха обалденно, очень красиво, с погодным очень повезло. Маленький перерыв и погнали дальше. Смотрите, подписывайтесь, комментарии и задавайте вопросы, к кому ехать в гости-то еще, с кем покататься. Кулинарный чудес, вот андрюки, мясо будет у нас небольшое. Вкусняшки, вкусняшки, овощи, все положено. Тут прикольный наборчик. Ребят, покажи, как он разъединяется. Если надо вилочку вот так, чик. А если ложечка? А если ложечка тоже вот так, а если надо две по отдельности, оно разделяется. Тут же ножичек, штопор. А почему, говорит, у тебя, говорит, что, Аня, почему у тебя шило, говорит, на столе лежит? А ты не шило, говорит, это штопор, стерся. Это братья квадроманьяки, мероприятие Алла 6.0 было. Всем такие подарочки раздавали. Вот, самая большая квадрогруппа в России, можно смело заявить. Это тоже. Собирают 250-260 человек за покатушку. Вот так вот. Будем сейчас готовить чесночок сюда, вот так, чик. Он подрумянится, и потом ритуал. Это у нас есть друг Пятигорский, Денис. Все его знают в квадроциклических кругах. Очень крутой. Это мой учитель, можно сказать. Денис, будешь смотреть этот пацаночку дальше. Розмаринчик. Все, как ты учил. Только в салфетке забыл. Ну, думаю. Ничего страшного. Насло, оливковое. Обжири. Как тебе виды? Вообще красота. И виды, и запахи. Виды сейчас будут каменоломные, там тоже красивые. Потом на фонарик. А фонарик есть у тебя? Собо нету фонарина. В телефоне. А у меня есть фонарик, я брал. Там сейчас пойдете в эту пещеру. А осенька, она была, она была такая полусонная. Какая-то. А у меня есть фонарик. Он не сбыл. Да, да, да. Мясо, кусочек лавашек и чесночок. Мясо, кусочек лавашек и чесночек лавашек и чесночек лавашек. Прекраснейший обед с прекраснейшим видами. Сейчас будет красивый вид там один. Куда мы теперь едем? Мы едем сейчас на эту, на гору развалка. Там каменоломня бывшая добывали там камень. Говорят, что Красная площадь построена с этого камня. Интрига хорошая. Сейчас посмотрим. Потом поедем к древнему человеку. О как. В пещеру. Так что у нас нас три продолжается. У нас сегодня и культура, и виды, и весна, ребят. Вот. В Москве все серое, там грязное. А тут? А тут все хорошо. Да. Поехали дальше. Поехали дальше. Собирается. Восторжный подъем. Все выше и выше. В высоту вот сюда на уши уже закладывает. мы были вон там, вон там мы были тут вагонетки ходили, добывали камни ну понятно, куда-то они еще могут заехать а на самом верх только там, пешкодралом ну да приветствую вас с Кавказских Минеральных Вод урок для новичков, для квадроциклистов всегда, горы бывают разные сильные, белые, красные самое главное, это не пренебрегайте защитой второе, это подъемы на квадроцикла всегда включайте вообще правило такое, съехал с асфальта включил пониженную, повышенную полный привод, уже регулируйте как и поехали, всегда включайте полный привод на все подъемы заезжайте на эльки поэтому в горах особенно опасность, на кренах, на все то есть все, кто новички всегда пренебрегайте, аккуратненько вывеситься проехать, подняться на бугор включили эльку, полный привод, подняли, желательно стоя работайте газом, мягко работайте газом, да, умным, правильным газом но самое главное правило для всех, это берегите лес и горы всегда, если поели, убрали за собой чтобы все было чистое и будет вам совет для новых инфектора цикле всегда правильно подбирать резину для маршрута для гор, для скальника вот таких сыпучих, как бы всегда необходимо там можно адрюк, давай конкретно ну, у нас более в блэквота хорошая резина, да, потому что жесткий корт крепкая для скальника, для такого, да, понятно тут не крепит, здесь на резина какая стоит здесь стоит бигхорн то есть бигхорн, терракросс, блэквота да, то есть крепкая, крепкая, жесткая резина с не сильно, ну, как, крупного грудозацепом который позволит там комфортно ехать иногда по твердым и одновременно подамо всякие мудлайты и крептиды здесь будут бессмысленны, потому что вот там идет подъем скальник, но он будет расти да, тут круто, это все намокло и все да, глиняный какой-то она все это забьется, это очищается как бы, ну, вот, это необходимо когда вы едете в грязь, колью, да выбирайте более кусачью, забучью или как оно называется да, по поводу подъемов, спусков всегда на полном приводе на понижайке, да, грубо говоря тем более, если вы едите на этих квадроциклах чуть под газов и потому что у них нету горного там тормоза спуска, то есть ты должен всегда газом под двигатель подлавливать, чтобы он не катился у тебя да, и здесь как бы стоит горный тормоз здесь комфортнее все-таки, какой квадрик лучше для гор? есть вот такая горейсная место понимаете, горные ряда разные, да ну, для туриста, я не исключаю у меня был и сейф-мота как бы для туристических для подъемов, для спусков очень хороший квадрик да все квадрики, я думаю для наших гор, которые здесь то есть все зависит от то есть, ну, в любом случае чем меньше ни центр тяжести все-таки получше, покомфортнее будет ну, здесь уже каждые доработки где-то что-то, тут проставки там решают здесь как бы и так диски с выносами без выноса то есть, получается здесь сейф-мота, она с проставками у нас тут стоят проставки, да все понятно, то есть а бербик? то есть заводской у меня был сейф-мота литровый он очень коренился, даже просто на спальте едешь поворот, он поднимался все это, доделается, допиливается здесь как бы стоят выносы я думаю, что и на пятисотки, и на четырехсотки грамотный человек проедет на тех же подъемах на тех же грязевых участках но когда есть запас мощности ну, запас мощности, да, конечно лучше то есть, поэтому, если вы катаетесь вот в таких вот скальниках в горах, да, туда, то есть, я думаю, оптимально будет все-таки восьмисотка либо бербик HH от 650 потому что все-таки не сравнить бербик HH от 50 ну, да, вот ты сам ехал в буглов, поднимался он начинал отсекать ну, да, он начинал отсекать я еду вдвоем с супругой как бы здесь, конечно, на эти моменты тоже нужно учитывать при движении в гору а так было, конечно, страшно когда он тебе скидывает обороты ты прямо начинаешь утыкаться а я понимаю, что если ты на самом конце подъема это начинает морду закидывать за счет этого утыкания это становится уже очень опасно здесь стоит кнопка, которая отсекается просто дает вот она отсечку убирает снимает ограничения отсечки то есть, вы можете крутить дальше а так, в принципе, как бы кататься можно на любом квадрике вот, главное вовремя его обслуживать вот, ну, понимаете, да что все-таки полноценные, двухместные это есть полноценные, двухместные квадрики для обычного туризма, я считаю, больше ничего не надо Андрюх, куда едем дальше? дальше едем прямо она говорит, направление одно, направление южное едем, по-поехали пещеру древнего человека красота макс, респект тебе житель водных Андрюх, куда мы приехали? Приехали, короче, здесь были обнаружены вот тут остатки древнего человека, есть в Железноводский музей древнего человека, там где-то копья, короче, молотильное там, короче, зерно, где он делал, да, а вот тут его как был бедащий, наверное, понятно. Пещеры, при работе, в 1969 года артёры нашли пещер в первом селе одной из древних стоянок человека, в особях образованных рухнувшим козырьком внутри пещер поскольку было найдено свыше 100 отщопов обсидиана, вулканического стекла, камня, кремня, заготовки наконечников стрел, а также большие орудия труда, которые использовался человек на рубеже 4-го, 3-го тысячелетия до нашей эры. Офигеть, 3-4 тысячелетия до нашей эры. Ну там город есть, если завтра, может, сможем заехать в музей, например, там такая пещера тут, короче, лесбища там, все реконструировано, тут был костер у него, шахта, вот что тут жили древние люди, а потом вот сейчас мы поедем в пещеру вечной мерзлоты, там даже во время войны хранили запасы, там продукты, как холодильник использовали. Миша придет куда-то, пойдем, посмотрим. Ого! Ого! Здесь прохладно. Здесь весьма прохладно. Весьма прохладно. Там вообще все там какое-то. Ну что, там есть что-нибудь интересное? Да, смотрите на потолок мышей. Да? Они не кусаются? Они еще не трогают. Ха-ха-ха. Если не трогать, не кусаться. Вы до конца дошли. Прикольно. Ого! Ааа! Так я и сфоткаю. А, вот она. Красавцы. Не свети на них красивым фонариком. Подожди, я сейчас. Подожди, подожди, подожди. Съемку, вспышку. Попробуй, подожди. Подожди, пока. Подожди, дополни, подожди. До страха. но обратно идти стремнее чем туда знаю там темно там спина но прикольно так на самом деле ребят наша покатуха закончилась я думаю походка нам все не прям проплатили похода оказалась между двумя дня рождение должно было быть по другому всегда рады видеть моего друга любое было пусть бы был дождь пусть был бы снег пусть был бы солнце всегда в любом случае главная компания очень классно покатались пусть ехал спасибо ждали маршрут прям огонь получился это упрец могу до сих пор да ну практически здесь малый круг ну думаю что понравилось поэтому видит небольшой на большой обязательно где там жмем с ночевкой с палаткой со всеми делами договорились бензин стоит уже там ждет нас это мы всегда ребят поэтому катайтесь сюда с умом правильно киперутесь даже красивые небыли защита всегда есть защита ну ботинкин да у нас сегодня были неправильные но мы просто их забыли поэтому катайтесь приказываетесь друзьями любимыми знакомыми с кем угодно встречайтесь а мы будем всех отменять и город краснодар волосы все ребята подписывайся и комментируйте а мы прием подкатать как всем добра ну что покатуха закончена скоро будет еще подписывайся комментируйте всем пока